Вчера мы рассказали вам о последнем пополнении списка стран мира, а именно про новую 196-ю страну нашей планеты. Эту страну называют ЧАЗ. Данное место до недавнего времени находилось под управлением теперь уже несуществующего полицейского управления Сиэтла. История ЧАЗ — это история необыкновенного везения и победы тупого упорства над честным трудом. Скажите, как банда людей без каких-либо жизненно необходимых навыков, достижений и малейшей склонностей к гигиене, единственным умением которых является разбивание витрин магазинов и поджог машин, смогли создать абсолютно новую нацию внутри уже существующей страны? Современными тенденциями отвечать на данный вопрос скоро придется не только жителям ЧАЗ, но и всем нам. Однако, несмотря ни на что, у ЧАЗ получилось обрести свою независимость. Выдержка и решимость позволили этой отважной нации появиться на свет, положив начало новой эре демократического самоуправления. Вам, конечно, не стоит воспринимать эти слова всерьез, так как в стране ЧАЗ на данную минуту так и не было ничего создано или построено. Это, конечно, если вы не считаете граффити и кучи мусора достижением. ЧАЗ также оказалась не совсем демократической страной. В этом можно убедиться, выяснив, что на самом деле этим местом управляет милитарист, военачальник и рэпер по совместительству по имени РАЗ. Единственной оплачиваемой работой РАЗа являлась сдача его родительской квартиры в аренду. Суммируя вышесказанное, ЧАЗ — это еще далеко не завершенный проект. Вы удивитесь, но в стране ЧАЗ есть один единственный институт управления, который функционирует. Гордые жители Чазыстана намерены кормить себя сами, в связи с чем Министерство сельского хозяйства организовало свою собственную ферму. Нет, это не пшеничные поля Канзаса, снабжающие половину Америки хлебом. Но это начало. У чазыстанских фермеров большие мечты. В планах — два или три квадратных метра для капусты или органического лука, выращенного в пластиковых стаканчиках. И, конечно, каннабис. Множество марихуаны, десятки или даже сотни косяков для голодного населения. Чазыстанцы пусть и не знают все про земледелие, но они полны решимости. Как они иногда говорят, «Если мы смогли это сделать в Джонстауне, мы сможем это сделать и здесь». Восхищаясь непревзойденными успехами ЧАЗ, правительство штата Вашингтон под руководством простачка Джоя Инсли оказалось настолько ревнивым, что им даже пришлось притворяться, что они никогда не слышали про эту успешную нацию. Мы бы хотели узнать о том, что происходит в Сиэтле, про образование под названием «Автономная зона капитолийского холма» или ЧАЗ. Что вы думаете по поводу того, что митингующие захватили эту территорию и не позволяют людям свободно там передвигаться? Я никогда не слышал об этом образовании, в связи с чем я не смогу дать комментарии. Первый раз слышу про это образование. Он серьезно думает, что люди поверят в то, что он не знает про существование ЧАЗ. Может, ему стоит нам показать историю поиска на его телефоне? Каждый левый идеалист в США по несколько раз в день гуглит последние новости из ЧАЗ, и он хочет нам сказать, что он этим не занимался? Это просто смешно. СМИ также игнорируют ситуацию в Сиэтле. Они даже имеют смелость заявлять, что ЧАЗ не является настоящим государством. Они называют ЧАЗ «уличной ярмаркой». Сотни демонстрантов собрались в месте, получившее статус коммуны, зоны мирной демонстрации или даже уличного фестиваля. Президент Трамп называет их анархистами, и многие даже могут назвать обстановку в некоторых районах Сиэтла анархией. Но на самом деле фраза «общественная рекламация» гораздо лучше описывает данную ситуацию. Даже тот факт, что президент Трамп намекал на применение силы, является нонсенсом. Мы говорим о шести кварталах в центре Сиэтла. Здесь гораздо сильнее чувствуется атмосфера пешеходной ярмарки. На улицах стоят фургончики с едой, открылся тако-ресторан, и повсюду расставлены диванчики. Фургончики с едой и тако-ресторан? МСНБС притворяются, что ЧАЗ — это какой-то этнический фестиваль еды? Эти корпоративные лоботрясы из МСНБС не понимают, что ЧАЗ — это не фестиваль с пиньятами и аттракционами. Это новая нация. У страны ЧАЗ есть зубы, которыми она сможет, если захочет, укусить. Репортер CNN убедился в этом сам. Протестующие требуют прекращения финансирования или даже существования полицейского департамента. Всем понятно, что если не будет какого-либо весомого договора протестующих с правительством, то по своей воле отсюда никто не уйдет. Напоминаю, что законы штата Вашингтон позволяют людям открыто носить с собой оружие, и, как я сам убедился, некоторые из протестующих вооружены. Правительство должно понимать, что прямые столкновения с протестующими потенциально приведут к смертям и ранениям. Ну что, услышали? Жители страны ЧАЗ вооружены. Стоит только королю разу объявить мобилизацию, и ЧАЗовские наркоманные вооруженные силы появятся из трущок. Обычный человек даже не поймет, что они солдаты. Некоторые из них могут выглядеть как бомжи, некоторые — как наркоманы в процессе употребления. Но, несмотря на это, эту армию не стоит недооценивать. Они выбили из города полицейских, так же, как Кортес в свое время покорил ацтеков. И такая судьба ждет не только полицейских, но и всех несогласных. Наш корреспондент с места событий, ведущий Джейсон Ранс, находится в двух шагах от линии соприкосновения США и ЧАЗ. Первый вопрос — получилось ли сегодня пересечь границу с ЧАЗ? Должен сказать, Такер, жители ЧАЗ довольно быстро осознали, что граница ЧАЗ довольно дырявая. Они заметили, что в некоторых местах полицейские смогли спокойно попасть в час, в связи с чем были возведены дополнительные баррикады и стены. На данный момент это им позволяет не допускать полицейских вовнутрь страны. Они также подтвердили наши опасения о том, что помимо введения списков людей внутри территории, люди, охраняющие линию соприкосновения, вооружены. Из этих заявлений становится понятно, что проблема миграции людей в эту страну воспринимается очень серьезно. Мы также смогли убедиться в том, что у этой нации множество проблем. В частности, их возведенные плантации оказались не более чем кучами почвы, выгруженной на невспаханный газон. Они понимают, что вырастить что-либо в таком месте займет гораздо больше времени, чем они ожидали изначально. Как мы и сказали, ЧАЗ — это еще далеко не завершенный проект. Они по-прежнему импортируют всю еду, питье и, конечно, сигареты. Они также осознали, что у них недостаточно людей, готовых убирать за собой. И они позволили коммунальным службам неоккупированной части Сиэтла приехать в ЧАЗ и очистить биотуалеты, которые тоже были выделены неоккупированным Сиэтлом. В общем и целом, Сиэтл доставляет помощь этой нации. То есть правительство ЧАЗ не в силах обеспечить потребности своих жителей? При таком раскладе ЧАЗ больше напоминает лагерь беженцев, чем независимую нацию. Эта независимая нация еще недостаточно развилась для полной автономии. Оказалось, что у них даже нет настоящего правительства. Многие жители заявили, что рэпер РАЗ не является их представителем. В стране ЧАЗ не было выборов. Возможно, у них состоятся выборы, где им придется регистрировать избирателей с помощью паспортов. Но я, как житель неоккупированного Сиэтла, не смогу участвовать в них. Поживем, увидим. Вы сказали в самом начале, что ЧАЗ установил баррикадную границу. Были ли люди, кто подметил, что установление границ — это проявление расизма? Согласно высказываниям СМИ, любая установка границ — это расизм. По их логике, да, границы — это расизм. Однако, поскольку они позиционируют себя как прогрессивные либеральные сетельцы, установка границ с их стороны расизмом не является. По стандартам СМИ все равно звучит как расизм. Думаешь, сможешь попасть внутрь этой страны завтра? Это не моя привилегия, но я все равно попробую попасть внутрь на выходных, чтобы уже своими глазами удостовериться в правдивости новостей и сейчас. Улицы ЧАЗ наполнены марихуанным дымом. Вчера к нам даже подошел самаритянин и спросил, где он может выкурить косяк. Посмотрев по сторонам, мы ему ответили, что походу курить косяки можно где угодно и когда угодно. Видимо, так и есть. Они хотят, чтобы так было везде в Америке. С нами был Джейсон Ранс на линии соприкосновения США и ЧАЗ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!